Всем привет! Здесь я, меня зовут Маша Новая. Это значит, что вечерний эфир на телерадиоканале Страна.ФМ начинает свое вещание. Ну и сегодня, как полагается, естественно, я в нашей студии не одна. Сегодня у нас потрясающий гость. Это капитан московской команды КВН Станция Спартийная. Комедийный артист, участник телешоу «Не мешки ворочайте», «Смех в большом городе» и вообще человек, который любит пить боржоми, Дмитрий Кожова. Привет, Дмитрий. Это я, да. Что скажешь насчет боржоми? Тим, ты можешь на меня смотреть? Вот, я буду через себя передавать большой привет всем твоим зрителям, которые сегодня присоединились. Я извиняюсь, что я не так сильно нарядно к вам нарядился и вообще пришел в таком виде. Ну, черный стройнит вообще-то. Поэтому ты замечательно выглядишь. Не такая задача была. Это просто, когда ты забираешь ребенка из детского сада и какое-то с ним время проводишь, то лучше одеваться в какие-то вещи попроще, потому что, как правило, это все будет потом испачкано, это будет в соплях, в слюнях. А ты к нам пришел сразу после детского сада? Да. Ты забирал оттуда своего кого? Своего сына. Ну, расскажи тогда, раз уж мы начали с этой темы, про свою, может быть, немножко личную жизнь. Кто у тебя? Кто у тебя сын? Сын. Это классно. Какой ты отец? Это новый. Говорят, что я хороший отец. Кто? Сын говорит? Жена так говорит, да. Сын пока не понимает, пока у него все есть. Вот как начнется какие-то просьбы, которые я не смогу выполнять, тогда, наверное, может быть, я окажусь для него не очень. Ну, скажи, а ты веселый отец? Ты позволяешь ему всякие шалости? Может быть, ты вместе с сыном, знаешь, на какой-нибудь там детской горке катаешься? Или ты все-таки строгий отец? Если здесь все лужа, и в этой луже ребенок не утонет, то можно делать в ней все, что угодно, да. Ты вместе с ним позволяешь себе шалости? Когда в таких вещах, в простых, недорогих, то я тоже туда залезаю, да. Ну, круто. Мне кажется, твоему сыну очень повезло, что у него такой папа, который ему все позволяет. Не всегда же, а я думаю, вы сейчас будете говорить про то, что типа папа там юмором занимается, поэтому типа здорово сыну и всем остальным. Нет. Не обязательно, не всегда. Да, ну то есть как, оно же это, это как будто бы работа, а это семья. То есть ты хочешь сказать, что на сцене ты в одном образе, а дома ты совершенно другой человек, ты отключаешь все вот это свое? Нет, ну когда ты там в образе, и когда ты там отдаешь энергию и так далее, здесь тебе хочется аккумулировать, собирать, чтобы потом отдавать. Поэтому если, ну, понятное дело, что нет такого, что я очень серьезный и грустный человек. Пришел домой и выключился такой, как робот, все, никто не шутит, жена, неси, есть. Да, ну пока фанатов у меня мало вообще. То есть сын пока вообще не одупляет, что происходит. Пока у него очень много вопросов, и просто он хочет, чтобы я включал чегостика ему. А, это мультик? Это аудиокнига. А, это уже серьезно. То есть, да, это удобно, когда ты в машине везешь в детский сад или, ну, куда-то вы едете. Эта аудиокнига, она как бы прикольно занимает ребенка, и в то же время он что-то там узнает. Да и я тоже узнаю. Например, ястреб Сапсан. Так. Вы знаете, что Сапсан развивает скорость до 300 км в час? Нет, я этого не знала. Я знала, что это самая, да, самая быстрая птица. Падает со своей жертвой, да, он 300 км в час развивает, представляете? Представляю. Отсюда я тебе понимаю, почему Сапсан, Москва, да, Питер называется Сапсан, потому что быстрый. Да, так каталогично. Возначение я не думал, что Сапсан, а это, оказывается, птица Сапсан, представляете? А, и когда это открытие произошло в твоей жизни, скажи, пожалуйста, недавно? Слушай, ну а вообще ты многому учишься, может быть, у своего сына? У сына, если честно, я учусь, я на него, честно говоря, смотрю и очень сильно завидую, что у него в жизни все происходит впервые. И вот у него эти первые эмоции, и они настолько все, это все настоящее, оно все такое неподдельное, и ты просто очень кайфово наблюдать. Это у меня такое, знаете, реалити-шоу, за которым я наблюдаю. Я единственный зритель. Круглосуточно, да? Да, я постоянно за этим смотрю, и мне очень интересно наблюдать, как ребенок вообще реагирует на какие-то вещи. И вот я же иногда нахожусь рядом с ним в тот момент, когда он что-то впервые пробует, или я не знаю, там, или впервые он там коснулся чайника руками, да, и обжегся. И вот это все, что впервые с ним происходит, в этот момент рядом, и это очень здорово. Это прямо открытие для него. Ну скажи, а вот эти все твои наблюдения из жизни ты как-то потом в свои миниатюры применяешь или нет? Вообще, честно говоря, потому что это вообще самое смешное, если это правда. Если это где-то подсмотрено, увидено, и немножко переделано, и доведено от такого там юмористического... Ну ты шутишь про личную жизнь, про своих близких, про жену, про детей и так далее. У меня вот сейчас есть проблема, и я в этом плане пока не понимаю, как вообще действовать и как быть, потому что в связи с тем, что сейчас интернет, и так всего так много, и инстаграм, и все, и везде все так показывают всю свою жизнь. И это все напоминает вообще инстаграм, напоминает такую торговлю телом, вообще всем, что у тебя происходит. У меня чуть-чуть странно, я чуть-чуть не готов к этому. Я чуть-чуть не готов, я сейчас немножко переобуваюсь, потому что, к сожалению, встречаются люди, которые не позитивные и не очень добрые, и которые могут что-то писать или говорить плохое. А это расстраивает? Ну расстраивало. Сейчас стараюсь себе на это не обращать внимания. Ну вот да, я хотела спросить, ты подвержен общественному мнению вообще? Что люди о тебе думают? Неужели вот артисты читают все эти комментарии? Был такой момент, когда реально ты на эту тему заморачиваешься, реально переживаешь, а потом думаешь, а с другой стороны человек вообще, в принципе, если... Короче, когда человеку хорошо, или ему классно, или он самодостаточный, он никогда тебе ничего не напишет. То есть, скорее всего, это пишут люди, которым плохо, которым больно, которым не очень классно в этой жизни, и они пытаются свою боль как-то разделить и как-то ее чуть-чуть перекинуть на другого человека. Поэтому я немножко сейчас переобуваюсь и пытаюсь быть более открытым, и то все равно немножко не до конца понимаю, насколько это классно. Слушай, ну вот интересно, ты же юморист. Я знаю, что многие артисты, наоборот, все вот эти негативные комментарии, они наоборот делают на этом фишку, и они как-то пытаются подстегнуть немножечко этого человека, который пишет. Как-то перевернуть его комментарии. Да, эти вещи, и вот, может быть, отчасти еще из-за этого их стало меньше негативных, потому что сейчас как-то раньше почему-то так не делалось, а сейчас просто в открытую берут, если тебе что-то пишут негативное, просто это фотографируют, выставляют. Да, 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 и выставляют нам всеобщее обозрение, да. И показывают, что вот такой человек написал. Может быть, из-за этого какие-то люди перестали что-то такое делать, писать какие-то оскорбления. Ну, слушай, ну это сейчас появился Инстаграм, да? Сейчас все как-то пытаются выглядеть и так далее. Ну, а тогда, когда не было Инстаграма, ведь чье мнение для тебя было важным? Сашилова Александра. Это кто? Поясни, пожалуйста. Да нет, у нас такой знакомый, он просто адекватный человек очень, который, он друг, но он никогда бы не сказал, если это не здорово, он никогда не скажет, что это здорово. Ну, то есть, знаете, как бывает, что ты можешь там, не знаю, отвратительно плохо как-то одет, а тебе говорят, ты класс выглядишь вообще. Ну, всегда льстят. Ну, есть это льстит, да, а вот он человек, который как бы никогда не скажет, если это не так. И касаемо юмора, он может сказать, что, ну, вот это выступление было у вас слабо, или вот это вообще типа ни о чем. Так, как его зовут, я просто запомню. Александр Сашилов. Хорошо. Он неизвестный человек. Если я приду в ужасной уродской кофточке, я наберу ему и спрошу, Александр, как я выгляжу? Нет, по одежде это не к нему, потому что он сам плохо одевается, у него там сочетание джинсов какой-нибудь худи. Худи. Вот эти слова, вот эти новые, приходится их учить. Окей, друзья, да, еще больше новых слов будет дальше в вечернем эфире на телерадиоканале Страна.ФМ, поэтому никуда не уходите, ставьте с нами. В эфире на телерадиоканале Страна.ФМ Дмитрий Кожома. Дим, привет еще раз для всех тех, кто только что к нам присоединился и подключился. Вот мы с ним уже начали говорить немножечко о его сыне, о личной жизни и так далее. Но ведь самое же интересное по тому проекту, по которому знают тебя большинство наших зрителей и слушателей, наверное, это КВН, станция спортивная. От этого и грустно становится, что знает КВН, потому что все, что остальное было... Почему? Ну это же яркий, богатый опыт, наоборот, и можно апеллировать. Это я, я капитан. Ха-хей. Нет, это было здорово, безусловно. Как появилась эта команда? Я знаю, что ты был как раз-таки именно таким зачинщиком всего этого. Да, она появилась там, там эта длинная история, ты все не расскажешь, это прям много там... Ну вкратце, вот ты раз придумал или как это было по-другому? Нет, мы были там в педагогическом вузе, мы хотели играть с кого... Ты педагог по образованию? Я педагог по образованию, да. Неужели не видно, что я вас немножко воспитываю, когда с вами разговариваю? Видно, видно, воспитывай меня, пожалуйста. Так вот, да, хотели очень, и прям было это здорово, что мы хотели этого. Начали играть, потом мы были сначала одним составом, потом мы понимали... А сколько у вас было вначале в первом составе человек? Человек 25. Серьезно? Ну как, ну это когда вы только собрались, и когда все же не понимают, что это такое. Ну а тот момент не понимали, что такое КВН? Это как люди, знаете, пришли, вот допустим, они пришли на работу первый раз в жизни, они еще не понимают, насколько это тяжело или там как-то... А, в этом плане. А, типа, ну давайте, давайте. Давайте шутить! А тут пока давайте оболтать можно, пиво пить, что-нибудь делать, просто же прикольно вместе время проводить. А потом все, когда началась работа, когда началось то, что надо что-то делать, начали люди потихоньку отцепляться, отваливаться. Вот, ну и там бы это был один состав, потом там не было денег, нас спонсировал там ВУЗ один. Потом там что-то тоже не заладилось. Ну это все, блин, не хочется об этом. Ну короче, это было все непросто, достаточно сложно. Это все очень долго, да, это все как-то куда-то что-то перетекало, формировалось. Ну хорошо, а ты можешь вспомнить тот момент, когда вот прям произошел прорыв, когда вот все заговорили о том, что классная команда, станция спортивная, прям очень смешные, веселые ребята. После какого момента это было? Прям первое наше выступление. Сразу же, да, все произошло? Ну а ты говоришь. Слава богу, что так произошло. На тот момент в жюри сидели очень уважаемые нами люди, и до сих пор самые крутые КВНщики. Это была Полина Себгатулина из сборной Питера, и Виталий Коломеец из сборной БГУ Белорусы. И они были в жюри, это наше было первое выступление. Мы выступали без шуток, но мы думали, что это шутки. Зал смеялся, скажи, или нет? Они смеялись от того, насколько мы искренне верили, что это все шутки. Что это все смешно, да? И да, и в какой-то момент они просто из жалости зал начал смеяться, потому что они понимают, что, ну, ребят, как-то надо их поддержать, наверное. Я не знаю. Но глобально просто к нам после выступления в гримёрку зашли Коломеец в Себгатулина. А чтобы вы понимали, блин, это тогда, вы знаете, я не знаю, вот ты, к примеру, там начинающий певец, и к тебе там зашел, я не знаю, Робби Уильямс. Ты такой, о, у тебя там внутри. Я потом три дня не спал, а перед выступлением я вообще тоже не спал, потому что я очень так сильно волновался и переживал за все. Меня постоянно тошнило, я не хотел есть, и было ужасно. Ты сейчас просто описываешь мое состояние, друзья. Сейчас? Вау, Дмитрий вместе с нами. И вот это вот, блин, мне очень жалко, что с возрастом вот эти все ощущения, они-то все притупляются, к сожалению, да. Я просто вспоминаю свои эти ощущения, когда ты вот там видел того же вот Гарика Харламова, когда в тот момент мы только начинали играть в КВН, а он уже был там суперзвездой. А тогда это все было по-другому, что не было инстаграмов, не было ничего. И ты только мог его увидеть где-то там, не знаю, в Сочи на фестивале. И ты вот видел его, ты ходил вот так на него, смотрел, думал, вот бы с ним просто хотя бы два словечка друг друга перекинуть. Получилось? Да, у нас даже мы, я не знаю, он вспомнит это или нет, мы с ним играли в такую игру тупую, когда... Это мы где-то оказались там в одном номере, была какая-то тусовка. И мы любили вообще, в принципе, квенщики тем и отличаются, что они всегда придумывают какое-то развлечение, что-то играют. И мы играли в игру, когда надо садиться друг напротив друга и говорить серьезный такой текст, типа, представьте, что мы там, не знаю, два солдата, один другому говорит, уходишь, он говорит, ухожу. Куда? На войну. Вернешься? Он говорит, не знаю. Давай нашу, давай. От улыбки ставься. Друзья, а чем закончилась эта история, вы узнаете после музыкальной паузы. Надо рассказать. Подожди, но ты расскажешь сразу после. Ну, успеешь сейчас? Нет. Нет? Все, друзья, тогда сейчас прервемся, продолжение будет еще более интересно. Оставайтесь с нами. Здесь я, меня зовут Маша Новая, это вечерний эфир на теле-радиоканале Страна.ФМ. Продолжаем вести беседы. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Кожома. Вот, друзья, мы... Кожома? Это что такое? Дмитрий Кожома, внимание. А скажи, это твоя реальная фамилия или псевдоним? Это моя реальная фамилия. Круто, тебе повезло, просто она очень запоминается. Да. Сначала я очень сильно напрягался, что у меня такая фамилия. Конечно. Ну, вы можете представить, сколько я натерпелся в школе вообще? Ну, в школе, наверное. Ну, а во взрослом возрасте наоборот же. А во взрослом... Вы знаете, так часто бывает. Вот ты бываешь в детстве урод, а потом становишься красивой. Или бывает ты в детстве красивая, а потом становишься уродом. Это вот удивительная вещь. И об этом хочется, чтобы все сразу знали. Если ты красивая девочка в школе, не зазнавайся, потому что, может, пройдут годы, и ты станешь уродиной. Или наоборот, если ты некрасивая, то на самом деле ты потенциально можешь быть очень красивой, да. Да, я тебя вообще поддерживаю полностью. А ты какой был в детстве? Я был урод. Еще и по амире не удалось. Смотрите, я был сначала очень красивый ребенок. Сначала при рождении, да, как ты появился? Вот когда, не знаю, до скольки лет, давайте, до шести считать. Я был прям очень классный. Блондин с голубыми глазами, да? Да, у меня большие глаза были, уши были больше, чем глаза. Волосы были прямые почему-то. Меня любили все родственники, потому что я какой-то был невероятно воспитанный, невероятно... Мне вот сказали, надо это сделать там, или надо встать там в 4 утра. Я встаю без слез, все, поехали, куда едем? Ну, то есть без какой-то, да, я вообще никогда не устроил истерик. И меня хотели забрать. Мама говорит, отдайте нам этого ребенка, он классный. Не продать, просто забрать. Потом появились прыщи, потом, когда уши стали, я стал становиться худее, уши становились больше. То есть если бы дул сильный ветер встречный, то я мог тратить на дорогу до магазина чуть дольше. Да, шейка худенькая была. А еще, помните, было время, когда все одевались на рынках. Ну, конечно. Помните, вы одевались на рынках? На картонке. Ну что, ты у меня мама работала на рынке, я тебе больше скажу. И тогда, помните, когда еще были выпускные, надо же было как-то нарядиться, ты шел на этот рынок, вставал на эту картонку легендарную, где было холодно. И вот у меня был какой-то пиджак, такой, знаете, стойка-пиджак, конченый. Я прям не понимаю, что вот мне страшно, когда ты смотришь... Стойка от холода стояла. Нет, она просто, я не знаю, как у священников хаторической церкви, знаете, такие стойки такие. Какие-то перламутровые пуговицы вообще. О, да тебя мама наряжала. Да я не понимаю, как можно было такое надеть, 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 надеть. Да, как можно было надеть. Но это ужас. И шейка такая тоненькая, понимаете, и уши, и прыщи, и вот это лицо, и вот этот нос, понимаете. Но какая перспектива. Да, ну и кто знал, что я потом превращусь в лебедя. В красавца, который себе просто затвит своей красотой всю нашу штуку. Я себе придумал, что на самом деле с каждым годом я буду лучше и лучше выглядеть. Но мне часто в Инстаграм пишут, господи, почему люди стареют? Такие философские моменты, мы расскажем, только не старей. Ну вот что мне отвечать? Ну подожди, это вообще нужно как бы девушкам, мальчикам-то, они с годами только лучше становятся. Я лично так считаю. Опять же, не все, но есть это прикольно, вот там Шон Коннери круто выглядит, да? Ну ладно, ну ты тоже красиво выглядишь очень даже. А, например, кто еще? Этот, который 9 с половиной недели какого? Эросрам Азотти, например. Микки Рурк, да? Микки Рурк. Микки Рурк же был классный, хотя на самом деле он и сейчас классный. А Ди Каприо как тебе? Ди Каприо? Да. Вот Ди Каприо как будто бы по молодости он круче выглядит, чем сейчас, потому что у него как-то стало сильно квадратное лицо. Ну просто, может, он поднабрал немножко, но по мне так он прям мужественней стал. И прям эта красота. Ну не знаю, это по мне. Да, но когда он был худой, вы смотрели с ним дневник баскетболиста? Наверное, не помню. Когда он такой худой, челка, такой стильный, уже как будто бы тогда он уже, как будто сегодня это мода, и вот он так классно выглядел, но тогда он был круче. Ну и вообще Титаник, представляете? Ну это да. Что-то куда-то мы с тобой улетели. Помнишь, мы с тобой дома до, короче, перерыва. А когда разговор уходит куда-то, непонятно куда вообще, и с чего он начался, это самое прикольное. Да-да-да, и с чего он начался. Я согласна. Но все-таки люди, которые нас слушали и смотрели, может быть, им хочется завершить историю. А кукуруза-то детская в Советском Союзе, помнишь, которая с молоком? Такая кукуруза, которую даже с молоком не разводили, а просто ее ели. Помнишь, такая хлопик кукурузная? Нет, вот я не помню, честно. Кукурузный хлопик. Я такого не ела. В картонке такой, в желтой упакована. Ну так это же... Это было как вкусно. Потому что ничего, блин, другого не было, кроме сахара. А история закончилась тем, что нужно было друг друга рассмешить, говорить этот серьезный текст. И кто первый расколется, тот как бы, собственно говоря, и проиграл. Вот так получилось, что Харламов рассмеялся. Сдался. Да, сдался. И он не смог удержаться. Видимо, тогда еще был не так хорош, как сейчас. Тогда я был более уродливый. Может быть, он, не знаю, с взглядом зацепил мой прыщ или увидел мои уши, начал их разглядывать очень подробно. А у него есть функция глаз. Они могут чуть увеличивать, приближать мои уши. Может быть, от этого. Не знаю. Слушай, ну это очень интересная история. Ну и скажи... Ты про что говоришь? Про какой момент? Про хлопья? Про... Я именно про Харламова. Ну, о том, что у тебя тогда были такие ощущения, отношения со звездами. Представляешь, вот ты, допустим, не знаю, Сергей Лазарев, и ты играешь с Робби Уильямсом в эту игру. Или ты поешь его песню... И я выигрываю, а он... Да, и ты выиграешь у Робби Уильямса. Ты понимаешь, какой ты... Ну, моя... Извини, моя оценка просто взлетит до небес. Что было с твоей самооценкой? С моей... Ну, это, к сожалению, это нельзя было выложить, заснять куда-то, показать, как это сейчас. Не, на что было, да? Сейчас здесь. На Нокио 32 или что там. Да, 3310, да, нет, тогда... Да у меня не было 3310, тоже, к сожалению. Не мог себе позволить, пришлось потом, чуть позже, когда... Да у меня у всех... Знаете, у всех уже были видаки, у меня не было. Реально, у всех уже были эти приставки, у меня, блин, не было. Почему? Я самый последний был. Ну, вот так, что вот... Ну, просто родители не могли себе позволить это купить. Да и я, видимо, и я не мог себе позволить. И родители, и мы вместе, да, не могли позволить. Слушай, ну, а когда ты участвовал в команде КВН, когда у вас были реальные прорывы, вы же наверняка выступали... Ну, как бы вас уже начали узнавать. Нет, вы выступали голодными. Вы где-нибудь гастролировали? Мы гастролировали. Ездили с какими-нибудь концертами, выступали, потому что... Мы очень так сильно ездили с концертами, что я в какой-то момент просто устал ездить с концертами. Нет, ну, серьезно. Или нет? Или это все было прикрыто? Ну, да, но у нас, к сожалению, смотрите, у нас КВН, это же как бы... Это типа самодеятельность. Это нельзя выдавать как за что-то дорогой бренд, за что-то такое серьезное. То есть не может такого быть, что вот мы едем к вам в город, будьте добры, нам предоставьте шикарные Мерседесы из класса. Апартаменты. Да, апартаменты или нам что-то. Нет, это ранний вылет в 6 утра. Чтобы оказаться в аэропорту, тебе нужно встать в 3. То есть ты не спишь. Прилетаешь в другой город, там выступаешь. Выступаешь не спавшим, не таким, знаете, не в легком прикольном таком настроении, тебе кайфово, у тебя такая башка тяжелая, ты хочешь спать, тебя все это раздражает. Но ты об этом должен обо всем забывать, потому что люди пришли на твой концерт, и они не хотят видеть, что ты вот такой, господи, как мне тяжело. Нет, конечно, поэтому ты там фигачишь. А вечером ты должен с организаторами где-то посидеть в заведении или на банкете, обязательно пить, обязательно, как бы, знаете, отружить. Подожди, а почему ты так без особой радости об этом рассказываешь? Да потому что, ну, представляете, каждый раз... Это же круто, это весело, ну разве нет? Вы же только что мне рассказывали, что если ты каждый день встречаешь Стаса Пьеху, пугаю Стаса Михайлова. Ну понятно, что все даже самое лучшее приедается, и потом это уже становится. Приедается, конечно, то есть каждый день, ну, пить или каждый день веселиться в какой-то момент это уже не становится прикольным. Ну а вам платили за такие выезды? Когда ты начал так вот нормально зарабатывать? Когда ты мог уже себе позволить приставку? Я до сих пор нормально, мне кажется, не зарабатываю. Сейчас ты можешь позволить себе приставку? Приставку, да, 16 приставок. Я не знаю, подаются они или нет. Понятно. Ну смотри, ну мне кажется, вот очевидный прорыв был после песни «Грузчик», которая подтянула вся страна еще даже раньше. Ну «Грузчик» был, да, был классным. Окей, давай тогда затронем тему с «Грузчиком» прямо после нашей музыкальной паузы, да, и покажем обязательно, а прямо сейчас прервемся на один хороший клип. У людей же нет Ютуба. Да, друзья, и мы снова здесь, наш юмор не прекращается. Сегодня у нас в гостях отличный комедийный артист Дмитрий Кожом, а также капитан команды «Станция спортивная». Вот как раз-таки уже давным-давно хочу напомнить нашим зрителям и слушателям ту самую легендарную песню, которую вы сочинили. «Грузчик», «Грузчик». Как-то давай напомним? У нас есть фрагмент к этому выступлению. Есть фрагмент, конечно, ребят. Если у кого-то нет Ютуба, да, не можете сами это сделать. Сейчас мы вам покажем. Давайте, поехали, включаем. Я учился в 8 лет на экономиста. Аспирант, почти доцент. Буз закончил чисто. Мир финансов для меня. Книга была открытая. Кризис грянул. И теперь угадайте, кто я. «Грузчик», «Грузчик», парень работящий. «Грузчик», «Грузчик», лёд кладёт и тащит. Все, кто может деньги правильно посчитать. «Грузчикам», конечно, детстве мечтали стать. Ну, в общем-то, да, друзья, маленький фрагмент. Я думаю, что всем дальше известно, как там развиваются события. Мне интересно, как вы это придумали. Вот что нужно сделать, что нужно принять, чтобы пришёл такой хит, чтобы он родился. Ну, мы, честно говоря, долго думали, потому что это вообще конкурс очень сложный. И он всегда всем командам очень тяжело даётся. И каких-то крутых, легендарных конкурсов одной песни их очень мало. То есть мы сейчас вспомним, у Пятигорска сборной был крутой, там ещё у кого-то. То есть там три или четыре прям таких, которые круто зашли, легендарные были. И вот мы ломали, ломали голову, и мы не хотели что-то такое классное. Нам всегда нравилось дурачиться, мы никогда не были какими-то серьёзными, каким-то вот, какие мы классные. Нет, нам нравилось дурачиться. И вот мы случайно в интернете нашли, это Ёжинс Бажин. Просто идиотская музыка нам показалась, она настолько примитивная, тупая. А ещё и клип там у них тоже оказался такой негениальный, да. С дебильными движениями и вообще... А, то есть вы взяли основу некую музыкальную и дальше придумали уже текст. Мы увидели просто форму, да, музыку, которая показалась нам такой вот правильной, для того, чтобы можно было что-то передать. А потом мы вот таким образом нащупали просто тему, что в том году действительно был кризис, и было всё очень тяжело. А у нас тогда задача была, надо было написать гимн студента. Да. Поэтому, собственно говоря, там как-то всё срослось. Гимн студента, что вот такое, знаете, песня-пособие для всех студентов. Ну, слушай, я хочу тебе сказать, что это, конечно, просто вошло в народ, вышло ещё на протяжении многих лет. Я же, вот мне по ощущению, вот мне кажется, что я выгляжу сейчас лучше, чем тогда. Нет? Я сейчас стараюсь есть средиземноморскую кухню, тогда я жрал дошираки, понимаешь? Ел колбасы и всякое, пельмени ужасные, вот тогда это всё и ты ел. Да? Да. Ну, слушай, ну, в принципе, ты влез в кадр, и это уже хорошо. Да. Ну, и сейчас ты тоже выглядишь. Но ты не говоришь мне, что я сейчас лучше выгляжу, да? Хорошо, ты сейчас выглядишь лучше. Что значит хорошо? Нет, если тебе это важно, то я говорю. Да нет, не то, что важно, мне интересно твое мнение. Ты говоришь нет, да? Ну, я не знаю, честно говоря, мне и там ты нравишься, и сейчас. Ну, вполне нормально, да. Ну, а вот ты говоришь, что ты сейчас ешь средиземноморскую еду, может быть, ты ещё и спортом каким-то занимаешься? Как вообще отношения со спортом, расстанция спортивная? Со спортом сто процентов, потому что в Москве вообще без спорта очень тяжело, потому что, ну, это же пробки, это стресс, это людей много, это же... Так, надо куда-то это всё выкидывать. Это надо куда-то всё выкидывать, конечно. И что это? Потому что на сына не хотелось бы это всё выкидывать. Ну, честно говоря, да, на жену тоже. Пришёл, орал на ребёнка, да, сказал, ты мелкий, ещё ничего не помогай, ничего не соображаешь, не хочется так. Вот, поэтому приходится куда-то, либо зал, либо в футбол, вот я играю, и сейчас плаваю ещё. Ух ты, круто. Будешь следить за чемпионатом мира по футболу? Конечно, это вообще самое любимое, что может быть. Ты же купил билеты? Или так будешь по телеку смотреть? Блин, у меня куча друзей, которые что-то купили, которые куда-то что-то зовут, да, в каком-то количестве. Я просто, блин, я не знаю, я не могу спланировать, куда я конкретно что хочу сейчас. Это как-то надо заранее всё придумать. Я не из этих людей, которые заранее. А, слушай, а вот как раз-таки я недавно лазила по твоему инстаграму и нашла новость, что ты отправился в первое круизное путешествие в своей жизни. Как это произошло? Это была как раз-таки спланированная поездка или такая спонтанная? Нет, это было очень спонтанно. Ну вот, как ты говоришь. Это вообще то, что мысли материальны. То есть мы с женой просто думали, мы у кого-то тоже видели в инстаграм, выкладывали очень красивые виды, но это было по Карибскому морю, как по Карибским островам. И мы увидели, что это очень круто. И, блин, нам показалось, это очень интересный вид отдыха. И тут мне звонят и предлагают прокатиться на таком лайнере. Я говорю, да, хочу, хочу, потому что интересно. И поэтому у меня такой был небольшой тест-драйв. Ну там же тоже был на лайнере спорт. На доске. Как вообще в тонусе? Вот посоветую всем нашим зрителям и слушателям, как всегда оставаться в тонусе. Не только физическом, но и умственном. Чтобы все время генерировать, генерировать новые шутки. Да надо просто делать всегда что-то. То есть нельзя никогда вообще останавливаться. Друзья, надо больше делать. Предлагаю на этой позитивной ноте и завершить нашу встречу. С нами был сегодня Дмитрий Кожун. Дим, спасибо тебе огромное. Это было супер. Прям хочется еще. Да. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова